Сравнительно недавно, в 2016 году, всего-то вышла вот такая вот монеточка, посвященная сороковому президенту Соединенных Штатов, видному политическому деятелю, Рональду Рейгану. Был такой интересный персонаж в истории США. Он считается одним из выдающихся политиков 20 века. Он вывел Штаты на лидирующие позиции в мире. Человек-легенда, который пробуждает несомненный интерес к своей личности, противоречивые и даже порой полярные мнения. И вот 6 февраля исполняется 106 лет со дня его рождения. День рождения поджигателя Холодной войны. И вот такое вот событие, как день рождения, пожалуй, вспомнить стоит, кто он, зачем, почему. Потому что будущий президент США Рональд Рейган родился 6 февраля 1911 года в городке Тампика, штата Иллинойс. Его отец работал продавцом в обувном магазинчике и мечтал о собственном бизнесе. Один раз только сделавшись со владельцем, мать Рональда Нелли чуть не умерла во время родов, и врачи едва спасли две жизни и запретили Нелли в будущем иметь детей. К слову сказать, у нее был старший сын, а младший стал ее любимчиком, которого, в отличие от всех домочастцев, крестили в протестантской церкви под именем Рональд Уилсон Рейган. Второе имя представляет девичью фамилию матери. Отец Рональда Дизон почему-то именовал себя Джеком, страдал алкоголизмом, был заядлым картежниками. Из-за этих павловных привычек он часто терял свой бизнес или заработок, поэтому семья часто переезжала. И только в Диксоне Рейганы осели на 12 лет именно этот городок, будущий президент, и считал своей малой родиной. Когда в 7-летнем возрасте Рональд пошел в школу, выяснилось, что он страдает Близеру Костюм, ему пришлось надеть очки с толстыми стеклами, его дразнили одноклассники, и парнишка не смог играть в американский футбол. Поэтому он после окончания школы принял волевое решение выбросить очки и никогда ими больше не пользоваться. Такое решение создавало для него огромные не только бытовые трудности, но и профессиональные проблемы, но он был непреклонен. Через много десятилетий, когда в Америке появились контактные линзы, Рейган стал одним из первых, кто воспользовался этой новинкой медицины. В школе будущий президент не блистал успехами. Он ходил в крепких среднячках и частенько говорил, что «С» — это аналог нашей стройки, это его оценка. Рон обладал феноменальной памятью и на слух схватывал сообщения, мог воспроизвести его без единой ошибки. В подростковом возрасте он увлекся спортом, из-за того, что его дразнили слабаком, Рон стал ходить в качалку и добился атлетического телосложения, став красавцем. Свои тренировки президент не прекращал до глубокой старости. 15-летним пареньком Рональд работал спасателем на городском пляже Диксона. Ежегодно, каждое лето, в течение 7 лет он трудился под жарким солнцем, вытащив из воды 77 утопающих. Это был предмет его гордости на всю жизнь. Еженедельно Рональд откладывал по 20 долларов на учебу в колледже. Когда Реген окончил школу, Америка впала в Великую депрессию в 1929-33 годах, жертвой которой стал его отец. Несмотря на то, что родитель потерял работу, Рональд все-таки стал студентом, отыскал дешевый колледж в городке Юрике, расположенном 150 километров от Диксона, и сумел договориться о снижении платы за обучение вдвое до 90 долларов в год за счет спортивных достижений. Вот зарабатывая себе на жизнь и учебу, Рональд самостоятельно мыл посуду в мужской студенческой столовой и на кухне женского общежития. Денег, что он получал, хватало, чтобы помогать бедствующим родителям. Кроме того, он устроил в колледже и помогал финансами своему старшему брату. В студенческие годы Реген увлекся театром, он практически не учился. Профессор знал, что мне нужен только диплом, и поэтому не был слишком требователен. Также будущий президент активно участвовал в общественной жизни и даже возлагал организацию студенческого самоуправления, возглавлял. Из колледжа Реген выпустился бакалавром экономики, а через несколько десятилетий стал первым в истории президентом, который мог утверждать, что у него высшее экономическое образование. По окончании колледжа Реген устроился радиокоментатором. Он дебютировал обозревателем футбольного матча в Дейвенпорте. Рональду ежемесячно платили 100 баксов, и через несколько лет он стал ведущим на радиостанции Демойна, своего самого крупного города штата Айова. Его голос завораживал слушателей. Реген умел хорошо импровизировать и варьировать тембр. Его стали часто приглашать тамадой на корпоративные вечеринки, политические банкеты и свадьбы. В 1937-м состоялся кинодебют Рональда. За всю свою жизнь актер сыграл более чем в 70 ролях. В начале карьеры он получал 200 баксов в неделю. В детективной драме «Кингс Роу» Реген сыграл Дрейка Мэкхью. Это в 1942 году молодого парня, мечта которого была стать бизнесменом, беспечно проводящим время в объятиях девушек. В драме «Штормовое предупреждение» его герой – окружной прокурор Барт Рейни. В военной драме «Морские дьяволы» Реген сыграл главную роль Кейси Эббота, командира подлодки, выполняющего минирование в Цусимском проливе. В 1940-м Реген женился. Его избранницей стала 24-летняя голливудская звезда Джейн Уайман, настоящее имя Сара Джейн Фулкс. В первый брак Рейган оказался неудачным и распался через 9 лет. Джейн считала Рона занудой, абсолютно не разделяла его интересы к политику и спорту, и вот как на грех оказалась более удачливой актрисой, нежели Рональд. В 1948 году она получила Оскар, чего Рейган так и не смог достичь, хотя и возглавлял кинематографическую гильдию США. В этом браке родились Морин и Майкл, дети. В 1949-м Рейгану обратилась актриса Нэнси Дэвис, попросив убрать ее фамилию из голливудского черного списка, как сочувствующую коммунистам. На самом деле она не разделяла эти взгляды, просто ее перепутали с однофамилицей. Ну вот они настолько понравились друг другу, что через три года отсоединили свои судьбы. В этом браке родились двое детей, Патриция и Рон. Нэнси стала настоящей советницей и вдохновительницей Рейгана в его политической карьере. В середине 50-х Рейган прославился как телеведущий, объездив со своей программы театра General Electric все заводские филиалы и став известным во всех уголках США. В 1966-м Рейган баллотировался в губернаторы штата Калифорния и весьма успешно уже 3 января 1967-го он переехал в резиденцию, располагавшуюся в Сакраменто. Здесь он поселился на 8 лет, сумев на своем посту не только развить экономику штата, но и навести порядок в Берклийском университете, который был едва ли не главным центром экстремистской левого студенческого движения США в 60-е годы. В 1976-м Рейган выдвинул свою кандидатуру на выборах в президенты США, бросив вызову тогдашнему политическому лидеру Джеральду Форду. Заручившись поддержкой Американского консервативного союза, тогда Роналд проиграл на 117 голосов, набрав 1070 сторонников, а Форда обошел все-таки Джимми Картер. В 1980-м Рейган подвинул Картер и сел в президентское кресло на долгие 8 лет, то есть на два срока. Симпатии простого народа Крональд объяснялась тем, что, обращаясь к нему, Рейган не говорил за умных фраз, а излагал мысли рядовых американцев. На жизнь Рейгана, как и положено на знаменитость, покушались. Так, 30 марта 1981 года президент получил тяжелое огнестрельное ранение в легкое. Нападавший Джон Хинли-младший, работавший диджекием, страдал психическим расстройством. На суде он заявил, что хотел произвести впечатление на актрису Джоди Фостер. Джона Махинли-младшего признали невменяемым и в 1982 году заключили в психлечебницу, где он находится и поныне. Политика президента получила название Рейганомика. Он ежегодно снижал подоходный налог на 10%. Были введены налоговые льготы на инвестиции в высокие технологии, что позволило Америке существенно усилить свой технологический отрыв от остального мира, включая Японию и Западную Европу. Благодаря политике предложение привлек иностранный капитал и в страну хлынул поток инвестиций со всего мира. Рейган сумел снизить инфляцию, и хотя он урезал социальные программы, такой курс все-таки понравился народу. Так, врагом номер один Рейган все-таки считал советскую державу и объявил холодную войну СССР, наращивая военные обороты. В основе стратегической оборонной инициативы создание эффективной системы противоракетной защиты для всей территории штатов, которая лишила бы империю зла, это Россию, возможности гарантированно уничтожить США в случае возникновения ядерной угрозы. Новый виток гонки вооружений стимулировал развитие высоких технологий и привел к экономическому краху СССР, что впоследствии привело к Горбачевской перестройке и развалу Союза. Главная задача освободить Западную Европу от коммунистического ига была успешно реализована, а пока в конце 80-х 20-го века годами Горбачев и Рейган провели 4 совещания в Женеве, Рекиевике, Вашингтоне и в Москве по прекращению гонки вооружений. 8 декабря 1997 года президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев подписали договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в общей сложности в рамках договора было уничтожено 2692 ракеты. Рейган пользовался слуховым аппаратом, в конце жизни он страдал болезнью Альцгеймера и практически не узнавал свою любимую жену. За 8 лет его президентства он провел всего 47 конференций. Рейган обладатель звезды на Аллее Слава в Голливуде в категории его номер в разделе номер 6374 звезда Рональд Рейган. Учитый Рейган был личный астролог Джоан Куигли, впоследствии опубликовавший две книги о сотрудничестве с знаменитой семейной парой. На протяжении всего президентства Рейган ввел дневники, в которых излагал свой взгляд на происходящее. Пять объемных тетрадей в кожаном переплете были опубликованы в 2007 году и стали бестселлером. Рональд Рейган был самым старым президентом США, покинувшим свой пост в возрасте 77 лет. Умер он 5 июня 2004 года от опеки легких. Похранили его в Калифорнии 12 июня 2004 года в долине Симе на территории президентской библиотеки. Ну что ж. Вот такой он был, президент, политик, актер. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok